Осенний гастрольный марафон Ульяновского драматического театра открыла поездка на Кипр в рамках российских театральных сезонов. На сценах Центра науки и культуры в Никосии и Муниципального театра Ларнаги ульяновские актеры представили две постановки. Интерактивный спектакль для детей «Азбука хорошего поведения» по стихам Андрея Усачева и «Бедная Лиза» по повести Николая Михайловича Крамзина. Тонкая работа режиссера Сергея Морозова и талант молодых актеров преодолели языковой и культурный барьер. Спектакли имели успех. Многие зрители, которые живут в этой славной стране, вообще не знали, что такое Крамзин, вообще такого автора великого. Для них это было открытие, это было так приятно нам открывать Крамзина для этих людей, многие из которых родились и жили в России в свое время. Потому что это русскоязычная в основном была публика. В октябре продолжил свое шествие по фестивальным сценам и спектакль «Ревизор». Провокационная комедия по классическому тексту Гоголя в постановке Олега Липовецкого, который осовременил классику, получила самые разнообразные оценки экспертов. Но за переодеванием гоголевских чиновников в духе офисного дресс-кода стоит внимание и уважение к авторскому тексту. Позицию постановщика высоко оценила жюри фестиваля «Маскарад», в состав которого вошли легендарные театроведы и критики. По итогам Международного театрального фестиваля «Маскарад» коллектив Ульяновского драмтеатра получил серебряную маску за самый интерактивный спектакль. А исполнителя роли Холестакова Александра Курзина наградили в номинацию «Психологическая эксцентрика». Продолжил фестивальный нон-стоп ежегодный театральный девертисмент в Израиле. В год театра выбор полный иронический детектив «Ножницы» по пьесе Пауля Портнера в постановке Владимира Золотаря, который с успехом прошел в трех городах. Мы провели такую разведку боем, буквально. Была такая история, потому что мы здесь его так адаптировали немного, уже как бы под ту публику. Приехав и сыграв первый спектакль, мы сделали какие-то корректировки небольшие. Поняли, что им нужно, а что-то не нужно. Допустим, сыграв второй спектакль, мы опять сделали какую-то корректуру. И в конце у нас получился просто такой, я бы сказал, триумф. Гениальный заграничный шедевр. Ярким финалом гастрольной деятельности драмтеатра стало участие в двух всероссийских театральных проектах «Школьная классика» и «Театральная провинция». Коллектив представил в Москве спектакли «Гория Тума» по пьесе Александра Грибоедова и «Малу» по пьесе Мишеля Лоран «Смой век». Там был, конечно, неадекватный прием, но может быть еще и от того, что знакомые лица, может быть еще и это придало какую-то вот такую. Но и спектакль шел совершенно по-другому, он был совершенно необычным. Там другая была атмосфера и выгородка, и все это, вся сцена, она была вся другая. И там вообще близко. Я работала, они сидели вот здесь, а я вот здесь, я разговариваю. После показа актеров ждала встреча со зрителями, фотосессии и море цветов. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова